Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня мы, как всегда, в наш небольшой бьюти-перерыв будем с вами пить вкусный чай и поговорим о бюджетной косметике. Сейчас не все могут позволить себе люкс, даже при условии каких-то больших скидок. Мне мой представитель, которого я заказываю иногда, редко, но все-таки заказываю какие-то средства от Avon, она дала новый каталог, который я хочу вам показать. Кстати, расскажу, что я здесь приобретала, что уже пробовала. Я снимала отдельное видео по поводу Avon, оно у меня было одно. Я не представитель Avon и не фанат, но, тем не менее, какие-то есть работающие средства, которые, в принципе, могут заменить какие-то более дорогие, и таким образом вы можете свой бюджет не сильно разорить. Первое, о чем я хотела бы вам сегодня рассказать, это о том, как я спасаю свои кремовые тени. Несколько вот таких вариантов Color Tattoo 24 часа у меня есть. И вчера я открыла коробочку и увидела, что они у меня прям по кругу все лопнули, и отслоились, и вот буквально только что они крошатся. Я расстроилась, честно говоря, потому что тени эти я использовала буквально немного, как вы видите, здесь совсем небольшая вот тут вмятинка в середине, и все. Они хороши как основные тени и как подложка, ну, в общем, масса вариантов, как база под макияж. Я решила испробовать тот метод, о котором много слышала, но, честно говоря, ни разу не пользовалась. Видите, сейчас они прекрасно наносятся, кстати, стойкость их не изменилась, они также прекрасно застывают на веках, я их уже попробовала. Как вы помните, я делала ролик по поводу бюджетной косметики Belle, Wet n Wild и Demi. Тени от Belle, матовые, бежевые, я планировала использовать как подложку еще, по-моему, до приобретения от Color Tattoo. И эти тени у меня полностью были высохшие сразу же, как только я их получила. То есть они были в таком состоянии, это тон номер один, они были в таком состоянии, что я вообще не могла их даже нанести в видео. Смотрите, о чудо, сейчас они чудесно набираются, они замечательно разносятся, они стали такие кремовые, кстати, они теперь прекрасно застывают. Что же в итоге я сделала для того, чтобы превратить вот эти сухие, совершенно невозможные к использованию тени, в новенькие, вот такие вот даже более приятные в нанесение, более кремовые. Я использовала обычное базовое масло, вы можете взять совершенно любое, которое у вас есть, взять персиковое, жожоба, любое базовое, не эфирное, базовое масло. Это может быть и органовое, как в моем варианте, я, кстати, покупала его в магазине «Подружка», здесь 30 мл, очень недорого. Я взяла просто пипетку от другого масла для лица. Я накапала несколько буквально капелек, ну, может быть, 5-6 капель вот таких вот, вот такого вот размера капелек в каждую баночку. И далее они у меня простояли всю ночь, они прекрасно впитались. И, как вы видите, масла этого уже нет. Если вдруг оно у вас сверху останется, просто вот так вот прям пальчиком первый слой снимите, да, уберите лишнее масло, ну, или слейте капелькой, если она остается и не впитывается. Дальше тени уже становятся совершенно как новые, и я бы даже сказала, более приятные в нанесении. И, как вы видите, стойкость не изменилась. Вот эти мы с вами сейчас наносили, они засохли прекрасно. Ну, и предлагаю сейчас точно так же восстановить мои многострадальные румяна от Кико. Вот такие они в коробочке. Это тоже кремовые румяна. Смотрите, насколько они стали сухие. Я думаю, вам должно быть видно, с дубовой даже на палец ничего не набирается. Давайте на их примере я покажу вам, что я делаю. Поскольку здесь уже есть дозатор, пипетка нам не нужна. Добально вот несколько капель. Вот здесь четырех, я думаю, капель будет достаточно. Вот так вот распределяю по всей поверхности. За ночь вся вот эта кремовая масса пропитается маслом. Что же, вот такой метод восстановления кремовых текстур с помощью масла, он действительно, оказывается, работает. Так что не выбрасывайте свои засохшие, уже старенькие, может быть, тени, которые вы забыли за окрытие. Например, кремовая румяна, да, или какая-то помада, которая также была вот в такой вот кремовой текстуре, в баночке находилась. То попробуйте этот метод. Давайте теперь приступим с вами к рассматриванию каталога Avon. Каталог 16-й. Действует он 4 недели с 7 ноября по 14 декабря. Я лично спокойно отношусь к каталожной косметике. Если она хорошо работает, я только за. Единственное, что я не приобретаю здесь никогда ароматы. Ароматов у меня и так достаточно. Как всегда, да, маркетинговый ход. Вечно сейлы плюс подарки. На первой странице объемная тушь для ресниц скидка 55%. В принципе, ну, неплохие туши, но они не делают ничего особенного. Если вы любите какой-то вот такой экстра объем, экстра длину, то, конечно, туши Avon, ну, вот конкретно эти я, кстати, не пробовала. Может быть, эти дают объем, но те, которые были у меня, не дают. Румяна в шариках номер 3, да, вот это они. А это те румяна, в которые я добавила метеориты. И сейчас использую их в качестве румян на проекте использовать по максимуму. Но, как вы видели, у меня уже их не так много. То есть, какое-то время я ими активно пользовалась. Ароматы я приобретаю только в люксовом сегменте. По моему мнению, вот все, что я пробовала в каталогах Avon, все какой-то однообразный. Карандаши. Карандаши по очень выгодной цене. Вы видите, 119. Конечно, металлик, насколько я понимаю, да, видите, такие все в блесточках. В принципе, хорошая цена. Вот эти мне нравятся помады. Ну и цена, как вы видите, у них такая немаленькая, так скажем. Карандаши для губ по более выгодной цене. Палитра довольно большая, поэтому есть из чего выбрать, подобрать под помады. Я пользовалась. Тут лаки. Лаков у меня было много. Я их все подарила маме. Вот такое средство. Это средство для кутикулы. Комплексное средство для ухода за кутикулой. Как-то я не очень его поняла. То есть, для меня, мне не хватает вот таких вот кремовых средств. У меня очень сильно сохнет кутикула. Так, ну вот ароматов видите сколько? Просто миллион. Я не знаю, напишите мне, кто-то что-то пробовал. Я вот не могу пользоваться ароматами его. Иван тоже самые мужские. Мне они, кажется, все какие-то однообразные. Хотя вот здесь есть пробники. Нужно потереть страничку. Какая-то парфюмерная компания Иван теперь стала. Для снятия макияжа. Пенка для умывания. Матирующая. Тоник. Ну, вот эти средства. Из этой серии я их не пробовала. И у меня, в принципе, довольно много и люксовых средств. И тех, которые я приобретаю на iHerb. Вот здесь я, видите, даже себя заложила. У меня идея есть попробовать вот этот вот крем. Увлажняющий крем с тональным эффектом сияние. Или тонирующее антивозрастное средство BB. Вот либо этот, либо этот. А кремы тональные от Иван мне нравятся. Сейчас у меня он как раз в проекте. Я вам показывала. И ссылочку вам на этот проект оставлю. Одежда. Одежду я пробовала один раз. Показывала вам, кстати, в своем обзоре. И это был топик. Он сразу разлезся как-то. Не очень он качественно был. Но, на мой взгляд, выполнен. Упаковочные материалы. Кстати, я нашла, где можно приобрести такую вот недорогую, красивую упаковку. Прям в виде подарков. Такие красивые косметички. Оставляю вам ссылку на это видео. Бешевле, чем фикс прайс. Посмотрите, пожалуйста, обязательно. Такие мотивы новогодние я не понимаю. Потому что я считаю, что, конечно, должна быть одежда более универсальная. Носить какую-то кофточку только на Новый год. Но это как-то нелогично, на мой взгляд. Вот он этот цвет. Он сейчас очень модный. И я показывала вам в своем последнем видео. Такого же цвета я приобрела шарф. Но похожий оттенок. Очень красивый цвет. Чай с жасмином. Плед вместе с капюшоном. Ну, такая вещь, конечно, для тех, кто сильно мерзнет дома. А вот игрушечки-подушки такие. Вот видите, на таком размере. Честно говоря, думала, что она больше. Можно, в принципе, на Новый год кому-то из детей подарить. А тут вариант подарочный для мужчин есть. И вот этот тоже адаптер. Такой вот к телефону можно с собой носить. Но он, конечно, совсем слабенький. Ненадолго его хватит. Потому что большой адаптер, он больше телефона обычно. И он такой прям увесистый. Мне сейчас вот муж такой купил. Сказал, чтобы я оставалась все время на связи. Который у меня был. Так же маленький. Я, к сожалению, оставила где-то в ресторане. И мне его не вернули. Роскошь. Набор премиальной косметики. Ну, что-то тут прям много. Всего-то за 389 рублей. Как-то мне сомнительно тогда в качестве. Ну, цвета такие, в принципе, ходовые. Единственное, что слишком большой серый, черный. Не знаю, куда его применить. Набор Even Attraction. One. Парфюмерная вода. Парфюмерный крем. Вот, кстати, кремы парфюмерные. Я говорила вам, я люблю. Это вещи такие полезные. Даже полезнее, чем духи, на мой взгляд. Если знать, куда их применять. Так, ну, тут их, видите, множество. Праздничные наборы. Молодость. Эффективные кремы. Маски. Нью. Вот это я, конечно, не пробовала. Такой двойной крем. Эта серия, кстати, Планета Спа мне нравится. Такой вот Tangle Teaser. Ну, в принципе, я покажу вам. Я расческу приобрела гораздо дешевле. Примерно в три раза. И она лучше даже. Моей даже дочке понравилось. Кензо. Кензо. Кензо Токада. Это я такую люблю. Аксессуары люблю яркие. Как она стоит? 2,499. У нас она такая настоящая. Вот портмоне. Видите, оно довольно большое. Но оно такое прям толстое. Я не люблю такие большие. Они очень много места занимают. Двое срощенных духов вместе. Ну, это, конечно, неудобно. Вариант с собой не возьмешь. Однотипные ароматы. Кто спокойно к этому относится, наверное, можно. Так, поскольку ароматы мне не очень интересные. Боже мой, сколько их здесь. Кто знает, почему в Эйвен теперь столько ароматов. Ой, все варианты теперь для мужчин. Смотрите, что творится. Кияша Мода. Ура, мы дошли. Просто, ну, я не знаю. Коллекция. Любимые продукты. Так, кем они любимые? У меня вопрос. Вот этот тушь ничего не делает. Абсолютно карандаш хороший. Кисточки не пробовала. Не могу вам сказать. Цена кисточек такая же, как у Эко Тулс на сайте iHerb. Поэтому я думаю, что все-таки лучше Эко Тулс приобрести. Интересная помада, в которой масла. Ну, не знаю, как она будет держаться. Цвет увлажнения, питания, роскошь, масел, богатство цвета. Ну, может быть, для тех, у кого сильно сохнут губы, как у меня, ну, мне бы мои помады использовать. Я, наверное, сейчас какое-то время с помадами зашьюсь. Такие вот наборы я считаю, конечно, выгодными. Потому что, смотрите, 219 рублей. Тут много вариантов. В принципе, есть из чего выбрать. Это неплохой вариант. Но, опять же, для тех, у кого тени немного в коллекции, у меня довольно много. Поэтому я опять прохожу мимо. Я из заказа Beauty Home получила пудру от Essence. И там она стоила 99 рублей. Поэтому за 429 компактную покупать не буду. Достаточно попробовать на более дешевом продукте, мне кажется. Интересно. Вот я, видите, вижу, что только матирующий крем есть. Как-то матовая кожа. У меня вот точно такой же Aven True Color. Только Calming Effect. Увлажняющий тон. Очень хороший, кстати. Когда-нибудь, может быть, даже его и повторю. Если найду более светлый. А, кстати, вот такими вот жесткими пилочками я уже давно не пользуюсь. У меня была проблема с ногтями. Кому интересно, как я все-таки более-менее восстановила ногти. Смотрите, пожалуйста, мое видео по восстановлению ногтей. Марк, открой свой бьюти-бокс. Ну, даже они теперь делают бьюти-бокс. Я правильно понимаю? Да. Крутой подарочной упаковки. Ну, конечно, тут я пробовать не буду. За 1499 рублей. Но это слишком много. Праймер под тени Твой Маст Хэв. Видела, что он очень жидкий. Для меня непривычно. Я использую более густые праймеры. Кстати, такой вариант подводки мне не нравится, когда внутри слизистая подведена. Больше мне нравится либо вот такой естественный эффект, либо вот такой вариант подводки, когда чуть-чуть растушевана сверху, снизу. Конечно, ужас. Такое ощущение, что ей наставили фонари, либо она пьяна. Но, в общем, это не ее вариант макияжа. Двойные тени, я так поняла, да? Получи больше своего лака для ногтей. О, это лак, это не тени. Я же думала, что это тени. Хотела обрадоваться. Нет, это не тени. Прям цены такие хорошие. Зафиксируй свой дрейпинг мейк. Боже мой, какие слова. Какие слова. Праймеры, корректоры, тональное средство карандаша для глаз и средство для бровей. Не считаю нужным приобретать специальное средство для бровей. Ну, я имею в виду тени для бровей. Для этого, я думаю, что подойдут абсолютно любые тени, которые подходят вам по цвету. Такой более оливковый оттенок имеющий. Здесь очень много почему-то вот лаков у Эйвен и ароматов в последнее время. Губная помада с увлажняющим центром внутри. Видите, у всех проблемы это сухость губ. И вот видите, уже создают даже такие продукты, в которые вмонтирован такой вот бальзам для губ. За эту цену, конечно, я могу купить, честно говоря, слик. Смотрите, как вы считаете, уже более приличные упаковки вот из этой серии люкс. Цена, смотрите, у них прям такая настоящая, нешуточная. Темная слива. Мне нравится такой цвет. Вот украшение немой вариант. Палантины красивые, неплохие. Этот, конечно, совсем легкий. Но вот остальные непонятно. Вот этот, мне кажется, более плотный. Так, тут масса сумочек, заколочек. Для детей, кстати, вот обратите внимание. Но смотрите, цены такие-то. Прям хорошие цены у них. Детское платье 1299. Что-то, мне кажется, должно быть дешевле в каталогах. Нет, вам так не кажется? Вот слипы эти, брючки неплохие. В принципе, я думаю, что они везде есть. И здесь в том числе. Вот 1699. В принципе, неплохие. Видите, вот такой животик, как бы он подтягивает. Высокая посадка специально для тех, у кого не идеальная талия. Но это удобно, конечно. Да-да, точно. Вот такой вот топ я приобретала. Здесь вот была отстрочка. Она сразу же оторвалась. Это отстрочка, к сожалению. Так, ликвидация, ликвидация. Все, ликвидация 70%. Ох, ну тут я, конечно, часы покупать не буду. Пальничек, кстати, неплохой. Такой а-ля 60-е, да? Красивый. Где же косметика-то? Вот, ликвидация, тотальная ликвидация. Вот такие вот кружочки на Алиэкспресс продаются, по-моему, за 25, что ли. Тут они, видите, с большой скидкой 79, были 240. Но это, конечно, перебор. 240, это сколько же они на этом зарабатывают. Прям совсем какие-то недорогие, в принципе, есть вещи. Кремовые румяна вот есть за 99 рублей. Ага, то есть вот на этой страничке, видите, скидки до 80. Ну вот как в Beauty Home, да, такие тоже глобальные скидки. Видите, 99 рублей что-то есть. То есть можете посмотреть здесь. Если хотите что-то попробовать, то я бы не советовала сразу какие-то дорогие продукты. Честно говоря, у меня все равно какая щеточка у туши. Самое главное, чтобы она слишком много средств сразу не набирала, и чтобы туш была правильной консистенцией, я как-то умею краситься совершенно любой кисточкой. Дискотека в разгаре, я так понимаю, что это стей, устойчивая, да, дарит матовый тон, да. Вот кому нужны устойчивые средства. Здесь они, вот видите, недорогие. 149,209. Конечно, в магазинах такие не часто встретишь цены. Делится по возрасту. 25,35, 5,45 целые серии. Так, вот это вот, по-моему, я пробовала с 50,50,60. Ну, вот, по-моему, какой-то из этих кремов. Сыворотка для лица. Ну, конечно, за 1050 я сыворотку здесь приобретать не буду. Наверное, все-таки я лучше за эту цену от Мизон сыворотку приобрету. Альтернатива к косметологическим процедурам. Ох, не верю я, что существует такая альтернатива. Тем более 2 за 990 рублей. Вообще, Эйвен неплохая косметика и уход тоже неплохой. Но это все просто базовый уход. Если вы планируете омолодиться, прям супер-супер омолодиться, то, конечно, у вас это не получится. Вам нужно будет добавлять какие-то масла, искать какие-то другие варианты. Пусть и бюджетные, но такие действенные. И, кстати, некоторые варианты я показывала в своем ролике в бюджетных средствах от Морщин. Оставлю вам тоже ссылочку для сияния кожи. Ну, что тут? Естественно, тут просто масла. Чудесное сияние. Ну, тут, в общем, стоимость дешевле, чем Лореаль Роскошь Питания. Поэтому, может быть, можно и попробовать. 30 мл. Более бюджетный вариант. Кстати, для молодой кожи можно. Просто хорошее базовое увлажнение. Ничего особенного. Время для тела. Мне действительно очень нравится. И для ног, в принципе, и для тела. И вот этот вот лосьон. Он у меня постоянно, как вы видите, в пустых баночках. Просто он очень удобный. 750 мл. Я добавляю туда всякие секретные капельки масла. Какие вы можете, опять же, посмотреть в моем видео. У меня бюджетные средства оптичные. Вот эта вот серия Планет Спа. Мне очень, кстати, нравится. Любые два за 185 рублей каждый. Вот как так можно было написать? Понять же невозможно. Вынос мозга. То ли любые два за 185, то ли за 185. Два. В общем, да, конечно, ребята перестарались. Спа коллекция. В принципе, неплохая. Очень приятные ароматы у них. Откроем магию гиалурона. Ну, тут, конечно, девушки фотошопом сделали такие волосы. Это вообще что-то невероятное. А что тут? Какой-то аромат разве есть? Да, действительно есть. И он неплохой. Довольно приятный аромат. Неожиданно. Если волосы так будут пахнуть, я думаю, они очень сильно будут перебивать аромат ваших духов. Цена 149 рублей 400 миллилитров. Да, в принципе, цена неплохая. Ну, шампуни такие средненькие. То есть они не прям не что-то такое невероятное делают. Просто хорошо промывают волосы. Они все неплохо пенятся. Они довольно все экономичные. Ммм, как вкусно пахнет. Вот это, вот это что-то. Ну, розочка, понятно. Мне нравится аромат розы. Масло для ног. Ну, что-то мне мало верится в то, что можно после этого будет ходить и не скользить. Это дезодоранты мы такие использовали. И вот это тоже использовали. Это маска для ног с глиной. Ну, вот какая-то бессмысленная мне показалась вещь. А вот дезодоранты для ног с ароматом лаванды, в принципе, неплохие. А вот такое вот мы покупали для мужа. Экстрим, Сенсос. Ну, только в маленькой упаковочке. Сейчас он у нас до сих пор стоит. Очень экономный, кстати, оказался. Гель для душа и шампунь в одном для мужчин. И специально для того, чтобы взять с собой в Питер. Вот до сих пор никак его не использует муж. Тут, видите, есть даже детская серия. В принципе, те, кто приобретает для себя, может что-то купить для ребенка. Видите, какое разнообразие. Цены небольшие, мне кажется. С ароматом клюквы корицы. Вот видите, вот кто любит ароматы, тут, конечно, разгуляться можно. Кто не любит, вам не понравится. Видите, подарочные упаковочки у этих средств. Красные ягоды, пена за 99 рублей. Ну, в принципе, у кого есть ванна, кто любит, можно вот такие вот, наверное, приобретать. Такие вот целые наборы. Видите, 169 рублей всего лишь. Да, наборы хорошие. Все вот эти маски у меня были. Видите, даже наборы за 99 рублей, со скидкой 70%. Ну, почему бы не купить, да? Под праздники очень выгодно приобретать. Видите, вот новогодние, новогодние, новогодние подарки. Шесть продуктов. Ну, и вот такие вот пингвинчики. Напоминает корейские варианты упаковок. Ну, что ж, друзья, надеюсь, что что-то полезное вы для себя из этого видео почерпнули. В принципе, неплохая бюджетная косметика. Я не фанат, как вы видите. Многие средства у меня живут довольно долго. С трудом я их до конца использую, но многие мне нравятся. И, то есть, каталожная косметика, в принципе, помогает мне, на мой взгляд, бороться со снобизмом, как и магазин FixPrice. Если еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!